Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 12 августа и в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Своими идеями благополучно воспользуются овны. Английский хирург Джозеф Листер в 1865 году впервые использовал во время операции карболовую кислоту или фенол для дезинфекции инструментов и рук хирурга. В результате смертность после хирургических операций упала втрое. Тельцы способны сегодня на принятие жестких решений. Екатерина II в 1792 году утвердила приговор русскому публицисту и издателю Николаю Новикову 15 лет тюрьмы. Заточение и одиночество, возможно, предстоит пережить близнецам. Однако вам такое событие может сыграть только на руку. Поэт Александр Пушкин в 1824 году был выслан из Одессы. В пору Михайловского затвора он создал лучшие свои произведения. В 1826 году Николай I вызвал его в Москву и снял с него опалу. У раков сегодня могут состояться важные переговоры. После 30 лет войны Новгорода и Швеции между ними в 1323 году был заключен Ореховский мир, который установил границы между Новгородской землей и Шведским королевством. Западная часть Карельского перешейка и соседняя с ней область Салавакс перешли к Шведскому королевству. Восточная часть перешейка с Карелой оставались в составе Новгородской земли. Впервые официально была установлена государственная граница между Шведским королевством и Новгородской землей, проходившая от Финского залива по реке Сестре, на севере до озера Сайма и затем на северо-западе до берега Каяна моря. Договор от новгородцев заключили князь новгородский Юрий Даниилович, посадник Алфарамей и тысяцкий Авраам. Остерегаться конфликтов следует ли вам? 30 подсудимых по делу о еврейском антифашистском комитете, среди которых было несколько видных еврейских поэтов, в том числе писатель и драматург Давид Бергельсон. В 1952 году были казнены, и эта казнь стала известна так же, как «Ночь казненных поэтов». Девам день принесет существенную прибыль. На реке Клондайк, Аляска, в 1896 году было найдено золото. С этого момента началась клондайская золотая лихорадка. Слово «Клондайк» является синонимом невообразимо богатого месторождения источника огромных благ. Приобретут популярность за смелость в своих достижениях весы. Космический корабль «Восток-4», на борту которого находился советский космонавт Павел Попович, был запущен в 1962 году. Летчик-космонавт СССР номер 4 Попович имел позывной «Беркрут». Он стал дважды почетным гражданином Калуги. Узаконят свою новую деятельность сегодня скорпионы. Американец Айзек Зингер в 1851 году получил патент на первую швейную машинку. Айзек Зингер внес существенный вклад в усовершенствование конструкции швейной машины и основал компанию «Зингер». Стрельцам, возможно, придется исправлять технические неполадки на предприятии. Во время правления Георга VI в 1949 году в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов «Биг Бен», стал отбивать время с опозданием на 4,5 минуты. «Биг Бен» является колокольной башней в Лондоне, частью архитектурного комплекса Вестмистерского дворца. Собственно, «Биг Бен» – само здание и часы вместе с колоколом. «Биг Бен» стал одним из самых узнаваемых символов Великобритании и часто используемым в рекламах и фильмах. Расставание с любимым делом, возможно, предстоит козерогам. Дженнис Джоплин в 1970 году в Гаввардском университете провела свой последний концерт. Джоплин была вокалисткой, работавшей с рядом коллектива в жанре блюз-рока и психоделического рока. Она считается лучшей белой исполнительницей блюза и величайшей вокалисткой в истории рок-музыки. Приобретут недвижимость сегодня водолеи. Гавайские острова в 1898 году были аннексированы Соединенными Штатами Америки, которые возглавлял президент Уильям Маккинли. Большая часть Гавайских островов составляет 50-й штат США. У рыб сегодня день может быть омрачен печальными событиями. Атомная подводная лодка «Курск» в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года, во время учений затонула в Баренцевом море. Атомная подводная лодка «Курск» была заложена в городе Северодвинске в 1992 году, спущена на воду в мае 1994 года и принята в эксплуатацию в декабре того же года. С 1995 по 2000 год она находилась в составе Северного флота России. Всего на борту подводной лодки в момент катастрофы находилось 118 человек. Все они погибли. Во время учений необходимо было произвести пуск крылатой ракеты и торпедную стрельбу по учебной цели. Прощаясь с тем делом, которое ранее было смыслом вашей жизни, не унывайте. Ведь, как сказал американский философ, идеалист и психолог Уильям Джеймс, величайшая польза, которую можно извлечь из жизни, потратить жизнь на дело, которое переживет нас. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгин. Субтитры создавал DimaTorzok